Добрый день дорогие друзья! Сегодня небольшой обзор магазина в районе Теджи. Это комиссионный магазин и здесь есть новые товары, которые буквально недавно здесь появились. Прежде всего такой вот шкафчик хочу вам показать и всякие-всякие-всякие мелкие вещи. Конечно, когда все это появляется, тогда, когда люди продают квартиру или переезжают и они сдают практически все. Все, что у них было нажито, накоплено. Даже хрустальная ваза здесь стоит. Да, это хрусталь. И это хрусталь. Такая вазочка тоже хрустальная есть. Такие вот приятные мелочи. Тоже хрусталь. Да, хрусталь. Потому что обыкновенное стекло оно так не звучит. Обыкновенное стекло звучит очень грубо. Синенькая маленькая вазочка, а их две даже, асимметрия. Смотрите, тоже оригинальный кувшинчик в турецком стиле. Сделан из меди. Это, наверное, да. Ага, это типа подсвечника, наверное, или для каких-нибудь масел. Кстати, вот это тоже кувшинчик интересный. Медный. Какой тоже красивый кувшинчик. А любители антиквариатов могут прийти и выбрать то, что им будет по душе. Смотрите, тоже какие симпатичные куколки. Сделаны из фафора. Так же мельница. Так, вот это вот какой-то кофейничек небольшой. И вот такой вот. Очень тяжелые вещи. Ну, это медная, да. Смотрите, какой павлин. Тоже павлин. И вот этот вот кофейник и маленькие чашечки. Это все медь. Посмотрите, какое здесь интересное зеркало. Прям замечательное зеркало. Так. И вот так и с подсветкой. Тут еще подсветка есть. Вот такая вот консоль. Вот любят очень турки ставить при входе. Как правило, при входе ставят вот такую вот консоль. И уже когда ты пришел, здесь ключи можно положить или сумочку поставить. Набор серебряных. Смотрите, какие интересные. Это серебро. Не, ну, знаете, может быть мельхиор. Может быть и серебро. Целый набор предметов. Столовых предметов. Очень интересной формы ложки. Здесь какая-то большая абсолютная вилка. Маленькие кофейные ложки есть. Ножи. Так. И теперь еще поражает вот этот вот набор мебели для спальни. Шкаф и вот такое вот трюмо. Да, еще плюс к этому комплекту мебели для спальни у нас, соответственно, идет вот такая вот кровать двуспальная и тумбочка. Две тумбочки в таком вот стиле. Качество неплохое. Шкаф это вот такой, где вешают одежду. С одной стороны. Смотрите, вот эти вот украшают очень черные круги. Очень украшают. И, конечно, сюда просятся прям черно-белые занавески. И здесь тоже отсек. И внизу два ящичка. Внизу два ящичка. Вот такие вот. Вот такая вот мебель. Наверное, это даже может быть фирма Биллона. Потому что само качество мебели видно, что очень хорошее. Да, когда вот происходит такое, что люди уезжают, переезжают или, может быть, вообще уезжают в другой город, они сдают эту мебель в комиссионный магазин. Вот этот стандартный набор шкафчиков. Вот такие вот пенальчики, шкафчики. Стоимость, я знаю, такой шкафчик 3000 турецких лир стоит. А пенал 1000 турецких лир. Да, пенал есть и с той и с той стороны открываются. Как бы дверца получается слева направо. И такие же пеналы бывают, когда дверца открывается справа налево. Также вы видите шкафы под одежду. И внизу два ящичка. Вот таких два милых ящичка. Ну, это в основном, конечно, для детской комнаты. Но если у вас квартира небольшая, то да, это как вариант мебели. Холодильники БУ. Вот этот интересный холодильник фирмы Арчелик. Кстати, в очень хорошем состоянии. Много полок. Запаха нет, как ни странно. Не знаю, сколько он стоит. Нет хозяина. Так, дальше идут посудомоечные машинки, стиральные машинки. Вот такой вот стеллаж без дверей. Просто полочки. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, довольно-таки, кстати, высокий. Даже могу вам сказать, что это высота этого стеллажа 2 метра открытого. Кстати, вот этот набор мебели хочу вам показать. Ну, считаю, что это, конечно... Я не знаю, откуда его привезли. Посмотрите, как эффектно выглядит золотой набор мебели. Кожаные вставки около... Там, где руки, да, чтобы не снашивался. И вот два кресла. Потом такой диванчик на два места. И вот такой диванчик на три места. Ну, и также вот журнальный столик к этому набору. Очень оригинальный. Такая, как бы, закругленная буковка П. И, конечно же, как всегда, турки любят всяких животных, чтобы в квартире были для украшения. Используют вот такие вот гипсовые фигуры. Платильный шкаф и ящик внизу. Так, ну, примерно размер получается вот так вот 80 на... На метр семьдесят. На метр семьдесят, метр семьдесят пять высота. То есть он низкий. Но тоже симпатичный. Вот такая вот консоль. Спальную комнату. Кстати, очень любят тоже турки вот такие вот комоды. Потому что у них тяжелых вещей нет. А вот футболки там, а какие-то шортики, это все в комоды. Так, крупный столик. Смотрите, какой оригинальный. Под дуб. Очень симпатичный. Крузовая кровать. Ну, это точно фирма Биллона? Это точно, да. Смотрите, я уже умею угадывать. Привет! Какую цену кровать? Биллона? Биллона? И вот такая люлечка. Очень хорошего качества. Да, качать ребеночка. Вот такой столик журнальный тоже есть. Очень симпатичный, кстати. И вот внизу тоже журнальный столик. Да, меняется ассортимент. Но в целом все остается то же самое. Вот еще комод один покажу. Вот этот комод. Смотрите, тоже интересный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.